Вы не находите, что все это слегка напоминает черную комедию? С какими понтами помереть? Полномочия первого президента ограничиваются и после жизни. Большие преференции, и даже вот загробные жизни. В белых амонаторских польтах. Никогда такого не было, и вот опять. Для жевляжа. Завести травоядного попи. Общий привет! До старш! С вами я, Вадим Борейко, и канал Гиперборей. В эфире рейтинг главных событий недели. И мы его проведем вместе с политологом Демальшем Альжановым. Смотрите в выпуске. Президентом в Пантеоне полагается только жена и больше никаких членов семьи. Блогер Мохамбет Абжан проиграл апелляцию и отправится в колонию на 9 лет. Есть ли жизнь после выборов? Новый состав правительства. Кто займет кресло премьера? Начинаем! Димаш, добрый день. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Димаш, страна на переломе. И в Казахстане обсуждается самые животрепещущие и судьбоносные для каждого жителя нормативно-правовые акты. В начале марта в четыре раза повышен штраф за матершину в общественном месте до 69 тысяч тенге. Сейчас вынесли на обсуждение на сайте открытые НПА новые правила содержания выгула собак и кошек. А в пятницу опубликован проект постановления правительства, согласно которому в пантеоне будет хоронить не всю семью президента, а только его, самого и супругу. Правда, количество жён, либо их порядковый номер не уточняется. Стало быть, фамильному склепу не быть. И также лишатся права последнего покоя в пантеоне кавалеры ордена первого президента Ельбасе. Димаш, вы не находите, что всё это слегка напоминает чёрную комедию? И вообще, вот про пантеон последнее, что это было и почему именно сейчас? Вы знаете, на их месте бы я полностью отказался от этой идеи. И голову людям бы не морочил, зря свой бы имидж ещё сильнее не отпускал. Но, видимо, вот то, что по инерции было в своё время продано Назарбаеву, как пантеон, как возможность возвеличивания и фиксации в общественной памяти деятельность первого президента, оно так вот теперь и идёт. И эти ребята, вместо того, чтобы это всё переделать, просто выбирают членов семьи первого президента из этого пантеона. Сама идея, она, я не знаю, не люблю это слово, но кринж, да, это же надо додуматься. Разграбить страну, ничего колоссального не сделать и построить себе пантеон для того, чтобы создавать вот это творчество на уровне государства. Когда президент своими решениями определяет, кто туда попадёт и кто нет. Естественно, это всё формирует стремление отдельных лиц продать ему больше своей лояльности и попасть и зафиксироваться в общественной исторической памяти. Но всё это очень дурно пахнет и напоминает Ленинский мавзолей. В мире же к этому нормально подошли, то есть если есть заслуги, общество само ставит памятники. Или же если есть определённые деятели государственные, они вот как-то скромно находят там место на табличке в здании Госдепартамента, да, там дипломаты и министры иностранных дел. Вот военные и так далее. Но здесь же вот всё по-колхозному сделано. Поэтому, что мне ещё сказать? Да, действительно, животрепещущий вопрос для страны. С какими понтами помереть и прочее. Потому что это некий образ кальки они пытались сделать с того, что построено в Турции. Если знаете часть от Турка. Но там-то Турка страну спас. А здесь что? Речь-то не идёт о том, быть или не быть пантеону, а о том, что полномочия первого президента ограничиваются и после жизни. Вот это что? Отрезание кошки хвоста по кусочкам? Эти кусочки становятся всё меньше, а отрезание как-то всё больнее. Не совсем. Смотрите, что они сделали. Они же ощутили угрозу потери власти. Они подумали, да, нам надо немножко что-то изменить в этой стране и в своём поведении, в своей политике. Мы не будем сильно менять принципы, на которых держится авторитарный режим. И который позволяет нам контролировать страну, обществу и обогащаться. Но мы где-то подтюнем его. То есть вот здесь, скажем, безграничная концентрация власти в руках Назарбаева привела к тому, что разные группы, включая членов его семьи, получили большие преференции. И даже вот загробные жизни. И вот сейчас эти вещи надо привести в порядок. Да, президента не трогаем, но вот токсичных его детишек давайте уберём оттуда и выдвинем. Вот это происходит. Это на самом деле нисколько не связано напрямую с Назарбаевым, а вот то окружение, которое получило преимущество. Но если в целом посмотрите на эту ситуацию, это же смешно. Вроде бы люди о великом думают, а здесь вот такими мелкими вещами мерятся. Ну, то есть тюнинг как бы от образа восточной деспотии, самой замшелы, до более-менее приемлемых приличий. Ну, где-то так, да. В их понимании. Но как выйдет, мы ещё не знаем. Вторая тема. В рейтинге от 1 февраля мы с вами говорили о приговоре блогеру Мохаммеду Абжану. И вот он проиграл апелляцию и 24 марта приговор вступил в законную силу и Абжан отправится в колонию на 9 лет. Напомню, у него две статьи. И это ныне популярная 274-я часть 3 Уголовного кодекса. Распространение заведомо ложной информации с крупным ущербом. И 194-я часть 2-я пункт 2. Вымогательство в особо крупном размере. Порой за убийство отдают меньше. С чем связан такой суровый приговор? С тем, что у Абжана это уже третий срок? Или с тем, что журналистов с блогерами указали на ту сферу, где шутки неуместны? А именно майнинг криптовалют. Вы верно говорите. Эту тему просто надо немножко расширить. Здесь мы можем сослаться на расследование издания Республики, которое, по-моему, единственное после этого случая, Рашиня представила материал о том, действительно, какой там был передел сферы собственности в отношении майнинга криптовалют в Казахстане. Ну и как это связано с самым высокопоставленным делом. Вы имеете в виду расследование Даника Молдобекова? Да, верно. И в этой ситуации, я думаю, то, что первая статья, она как раз использовалась именно для того, чтобы наказать Абжана. Момент кумулятивный, как рецидив, это пережиток Советского Союза. Подобным образом людей в мире не наказывают. Каждый отдельный случай разбирается отдельно. И по нему, если там доказана вина, суд решает. У нас же это все не работает, и вот эти все еще призраки рецидива живут. С этим надо бороться. Потому что не только в случае Абжана, то есть вы видите, что это используется против человека, который распространяет невыгодную информацию для политического руководства страны. А здесь надо в целом этот принцип против него бороться. Потому что он в дальнейшем может быть использован против других журналистов, которые когда-либо привлекались по административному или гражданскому делу. Поэтому здесь только политика в основе стоит 9 лет. Вы верно говорите, террористов и убийц настолько не садят. Особенно 9 лет строгого режима. Я подчеркну, с политикой связана именно суровость такая приговора, а не само наказание. А сейчас сделаем маленькую паузу, чтобы вы успели подписаться на канал Гиперболей, если еще до сих пор этого не сделали. Поставьте лайк, напишите коммент, поделитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах. Я всегда благодарен вам за поддержку финансовую и моральную. Коп-коп, Рахмет. Огромное всем спасибо. Вы Забер Генез, мы делаем Гиперболей вместе. Продолжаем выпуск. Главная тема выпуска – это, конечно, есть ли жизнь после выборов. По уровню фальсификаций на формально конкурентных выборах, формально подчеркиваю, эту кампанию можно сравнить с кампанией 2004 года, где в фальсификации власти были обвинены Жармаханом Туикбаем, бывшим спикером Мажериса, и Алтенбеком Сарсенбаемом, в ту пору министром информации, после чего он подал в отставку. То, что было потом, вплоть до 2019 года, и вообще выборами, сложно назвать. Димаш, может быть такое, что президент дал поручение считать честно, но на низовом уровне просто сработали рефлексы, а даже скорее инстинкты многолетние? Да, я слышал этот нарратив, и он очень хорошо распространяется теми, кто работает в информационном пространстве на Аккорду. Глупость полнейшая, конечно. Фальсификации были необходимы меры для того, чтобы вытащить Аманат, остальные партии проакординских кандидатов, поскольку явка была катастрофически низкой по стране, избирательные урны не заполнялись, должного количества голосов ни за одну партию, ни за одного кандидата не набиралось. И помимо того, что была возможность корректировки результатов на уровне территориальных комиссий, необходимо было наполнить эти урны величинами, чтобы картинка соответствовала ТМ-50 с чем-то процентом явки. Ее вот таким образом подбивали, и я думаю, где-то, наверное, уже с полудня была дана команда активно этим заниматься, поэтому мы получили такое большое количество видео-доказательств прямого сброса, когда они стеснялись, когда были определенные показатели спущены на участковые комиссии, вот и они начали работать. То есть президент в курсе должен был быть? Конечно, конечно, конечно. Так это и ради этого и делалось. Им нужен был подконтрольный парламент, они его получили. И более того, если вспомните, помните, нас критиковали, да, вы его вечно недовольны, критикуете. Вот сейчас он запустит нескольких оппозиционеров. Отлично. Хорошо бы на этих людей посмотреть, что они сегодня скажут. Такой исход был очевиден. Я не знаю, как бы есть наивные дурачки, которые любят все время, говорят, ну вот, никогда такого не было, и вот опять. Все-таки почему в Можилис не проник ни один оппозиционер, ни один представитель протестного электората, и даже просто мирного и смирного оппонирующего лагеря. И там все теперь условно в белых амонаторских польтах. Хотя прогнозы же были, ну, пяток все-таки запустят для оживляжа. А некоторые мы и обещали даже. Да, я думаю, знаете, роль отдельных крыкунов там есть кому исполнять, начиная от Ертасбаева, заканчивая там разными амонатовскими депутатами, которые избрались по одномодатным округам. Вот, я думаю, максимум, на что они пошли, это завести травоядного Папи, который как бы уже не имеет амбиции и в целом давно уже оппозиционером не является. И, я думаю, с учетом всех рисков, которые существуют, во-первых, это высокая непопулярность режима, высокий, все же сохраняющий уровень протестности, который может резко сколыхнуться, как только резко экономическая ситуация испортится, или там режим в России падет, или же какие-то серьезные процессы начнутся, это может быть триггером к более серьезным протестам по всей стране. Третье, я думаю, сам Токаев понимает, что, возможно, он не досидит эти семь лет, и его окружение понимает. И это в контексте иметь все-таки более контролируемый парламент, в случае, если там будут объявлены досрочные выборы, или будет предпринят какой-то новый механизм передачи власти ближайшему окружению. Все эти моменты, я думаю, они как раз-таки накладываются вот именно необходимость в приоритете контроля над всей ситуацией. Поэтому даже одного-двух крекунов туда не запустили. Ну и потом, зачем хлебные места просто так разбазаривались? Договаривались, по всей видимости, с БАПИ, и этого достаточно. А все остальные места более лояльным людям, которые встраиваются в сеть Токаева, им и далее. Вот давно уже по соцсетям гуляет картинка, на которой БАПИ изображен вместе с Ерланом Карином. Это скриншот из сториз самого Карина, если не ошибаюсь, от 27 июля 22 года. Потом вдруг внезапно в интервью со мной Арман Шураев предлагает его в качестве единого кандидата от оппозиции на президентских выборах. Мы помним, что там эта идея ни во что не воплотилась. Должен заметить, что Ерлан Тенебаевич Карин часто очень палит своих протеже у себя в Инстаграме. Я там видел еще год назад, была опубликована фотография из его же кабинета, где Карин встречался с Рымбеком Тау, одним из лидеров партии Республика. Вот. После чего она, собственно, и появилась. Впервые о ней услышали в августе прошлого года. Вот. Депутатский мандат БАПИ это продолжение вот той встречи, как вы думаете? Ну да, Карин же известен этими встречами. Если помнить, еще 19-й год он приглашал, тогда вот была первая республика, да, Белый Европей, то он их приглашал, потом приглашал, хотел пригласить Оян, с ним никто не пошел на встречу. Так что он постоянно все это систематически делает, да, и подбирает тех, кого можно использовать для имитации мультипартийности, для поддержки Курса Тукаева. Если помните, БАПИ же первый раз активно начал поддерживать назначение Тукаева после января, и там Ток Жан, Кожа, ну, все же персонажи известны. В одном пространстве интернета открыто и прямо показывают поддержку Курса Тукаева. А потом эти люди по-разному применяются, кто-то вознаграждается как БАПИ, кто-то не вознаграждается. Правила игры всем известны в той или иной степени. Поэтому я очень скептически отношусь к такого рода политикам, которых я называю предпринимателями, да, и которых, которые исключительно действуют в рамках своих персрочных целей, будь то экономические или иные, но не смотрят шире. однако Токжан Кужал и не прошла в Мужерис, должен заметить. Ну, значит, не рассматривается полезным человеком для них на данном этапе. На этой неделе была картина, которая вызвала у меня одновременно и сочувствие, и местами чувство неловкости. Проигравшие кандидаты оспаривают итоги выборов, говоря, что победа была за ними. И на минувшей неделе на канале Гиперболей появилось три интервью с такими кандидатами, а в пятницу несколько человек из них провели пресс-конференцию и вот что мне оттуда сообщили. Там рассказали о нарушениях на своих участках, обсудили алгоритм по признанию выборов недействительными, готовят несколько исков в суд, решили создать народный парламент и на следующей неделе организуют митинг. Как вы оцениваете все эти планы? Ну вот по митингу хорошо, если выйдут на митинг, они будут просить разрешения, а то уж совсем будет унижение уже и на этом уровне. Здесь надо хоть что-то проявить, достоинство и потолкаться плечами. Что мы можем сказать по этому поводу? Смотрите, люди, которые сегодня контролируют все в стране, власть не отдадут через выборы уж подавли. Поэтому когда вы играете в эти выборы, у вас должна быть ясная стратегия, что вы делаете с этими выборами? Вы участвуете, что вы из этого потом получаете, и вот вас прокатывают по полной, и какие дальнейшие ваши действия, не на ходу их придумывать, а вот хотя бы примерно иметь некое понимание, что вы из этого хотите сделать. формально в суды подавать можно, нужно, с этим никто не спорит, но это не политические методы борьбы. Митинг, как я уже сказал, здорово, но кого вы соберете? Сможете ли вы собрать людей, работаете ли вы в течение года, нескольких лет с людьми, для того, чтобы у вас была своя база, ядерный электорат, активисты, которые с вами ходят, или же вы просто испытываете удачу по тем правилам, которые вам навязывают, а потом возмущаетесь. Вот эти моменты они хорошо должны показать. Если с режимом понятно, то там люди, они готовы людей стрелять и вас никаких условий не отдадут, то с этой стороны мы также вразнозначно должны предъявлять определенные претензии, потому что нельзя ожидать, что вы там стали кандидатом и все люди сейчас за вами побежали. Что вы для людей в ответ сделали, какую деятельность или какую коммуникацию вы с ними выстраиваете на протяжении многих лет. Это тоже важно, и от этого как раз таки зависит способность мобилизовывать. Ну и я думаю еще важный момент, наверное, что могло бы стать, чтобы не просто сотрясать воздух, что здесь неправильно посчитали, а все таки прийти к пониманию, что они могли бы положить усилия и свои финансовые ресурсы организационные, медийные, для того, чтобы продвигать идею новой избирательной системы, реформы, регистрацию партий, включая оппозиционные. Вот если им это интересно, я бы со своей стороны мог написать этот документ с базовыми требованиями. Вот, и если бы они, конечно, выразили бы свою готовность и последовательность это популяризовывать и продвигать, а просто шум создавать это не серьезно. В субботу утром Санжар Букаев, про которого вы говорили, что его ведут, но не туда, видимо, завели, у которого был главный соперником в четвертом избирателем округе Ламонты Ерлан Стамбеков прислал мне один ролик. Давайте его посмотрим. Я сегодня на фактах, цифрах и протоколах докажу, кто является победителем и поставлю жирную точку. Слева от меня протоколы из избирательных участков, где якобы победил Стамбеков. А справа от меня вы видите протоколы из избирательных участков, где победил Бакаев. И здесь мы можем взять вот любой протокол на угар и посмотреть, действительно ли победитель является Бакаев. А протокол из участка 606. Мы видим, что за Бакаева проголосовали 83 человека, а за Стамбекова 17. Бакаев набрал 7651 голос, а Стамбеков набрал 5931 голос. Я объясню, почему у него такие высокие набранные голоса. Вот любой протокол, который мы возьмем, 107 участок, это у нас воинская часть 54-49. За Бакаева всего лишь 13 голосов, а за Стамбекова 314 голосов. Все это не является случайностью. Почему? Потому что большинство участков, где победил Стамбеков, это как раз закрытые участки. Это воинские части, госпитали, объекты здравоохранения. Однако, вспомните, давайте зайдем на сайт официальный ЦИК Казахстана. Согласно предварительным данным, он набирает 15930 голосов. Скажите, пожалуйста, откуда появились еще 10 тысяч голосов? Но сейчас самое интересное. У меня были подозрения о том, что некоторые протокола были сфальсифицированы. Я специально выдавал по чуть-чуть свои протокола для того, чтобы вынудить Стамбекова раскрыть часть своих. Он пошел у меня на поводу и показал те протоколы, где на самом деле имели факты фальсификации. И сейчас я вам покажу отрывок из его выступления. Значит, 332 это участок. 472 человека прошли голосовать избирателя. За Букаева проголосовало 21. За Стамбекова 258. 258. 258. Откуда 258, если у него по факту 13? И это протокол, подписанный всеми членами избирательной комиссии, заверенный печатью. Теперь смотрите внимание. Давайте посчитаем, откуда у него появились эти цифры. прошу заметить вас, что он называет количество избирателей. 472 человека пришли голосовать. Хотя по нашему протоколу пришли не 472, а 227 избирателей. То есть откуда-то каким-то образом произошло увеличение количества избирателей. И самое интересное вот именно здесь достаем калькулятор. 472 мы минусуем 227 и видим разницу увеличения числа избирателей вдруг каким-то образом за ночь появляется другой протокол и оказывается, что на 245 избирателей пришли больше после закрытия избирательного участка. Теперь мы делаем следующим образом. Мы эти 245 добавляем Стамбекову вот его 13 голосов, добавляем 13 и получаем цифру, которую он озвучивает, 258. Еще раз прошу обратить внимание, он сейчас повторит. За Стамбекова 258. То есть в избирательном участке не парились, они просто увеличили явку и добавили все эти голоса Стамбекову. Вообще-то это нарушение Уголовного кодекса статьи 151 фальсификации избирательных документов. Поэтому, господин Стамбеков, вы на самом деле признались фальсификацией. Мы бьемся не за депутатство, оставайтесь депутатом ради бога. Я не собираюсь в этом мажелисе, от которого дурно пахнет нелегитимностью находиться вместе с вами. Понимаете? Я бьюсь за голоса наших избирателей. Я докажу, что эти выборы, они были незаконными. Санжар утверждает, что расхождение в протоколах, полученных на избирательном участке и в территориальной избирательной комиссии расходится как минимум вот сейчас в данный момент по двум участкам. это 326 и 332. Как вы думаете, есть шансы, что выборы будут признаны недействительными? Ведь у нас в истории Казахстана был такой прецедент, хотя в других исторических обстоятельствах, когда в 1994 году Татьяна Квитковская кандидат депутаты Верховного Совета подала в конституционный иск о нарушениях кодекса выборов на ее в Абылайхановском избирательном округе и в итоге признали ее правоту и вообще распустили в парламент. Да, этот прецедент вообще известен уже во многих книгах и статьях. Тогда было другое. Во-первых, выборы, которые проводились после распуска парламента 1993 года, они проводились в ситуации, когда Назарбаев правил уже три года, уже четвертый год шел, но система была не консолидирована. Партия коммунистическая распалась в 1991, но региональные разные ответвления, госаппарат еще напрямую не исполнял централизованно, не контролировал подсчет голосов, как это делается сейчас. Поэтому он получил парламент, который ему не понравился, он получил парламент, там было 177 депутатов, то есть их сократили с 300. В общем, все условия играли против узурпации власти. И тогда он использовал конституционный суд для того, чтобы распустить через заявление Квитковской парламент. Он это сделал и потом сходом сразу распустил сам конституционный суд, потому что тот был создан, сформирован парламентом, а не президентом. И вот из того времени все остальное, все ужасы для Казахстана начались. Здесь же совершенно другая ситуация, это нельзя сравнивать, поэтому то, что происходит сейчас с с Букаевым, с другими кандидатами, оно просто уйдет. Возможно, для статистики какие-то решения примут, чтобы в отчете указать, что система, то, что называется, оспаривание избирательных споров не совсем гиблая, и отчет финальный, рекомендации должны быть оба и все, чтобы на них повлиять, должны быть более-менее с информацией позитивные, они могут это сделать. Но через суды здесь ничего добиться нельзя. У вас нет судов. Примите же уже это, сколько можно этот вопрос сделать. Нет судов, суды назначают, суди назначаются президентом. Какова последствия вот такого, Димаш, судебного иска, допустим, конечно, все эти протоколы нужно сличить. Вообще, желательно по всем 600 с лишним избирательным участкам Алматы, потому что уже мы экстреполируем подозрения на все участки. И если будет очевидное расхождение между этими протоколами с участков и из ТИКа, территориальной избирательной комиссии, каков может быть исход вот такого иска? Политически как можно этот момент усилить, Санжару? Во-первых, надо очень скрупулезно собрать протоколы. Те протоколы, которые выдавались после подсчета напрямую сразу же или данные, которые фиксировались и совпадают в протоколах, их можно считать более-менее достоверными. Протоколы, которые выдавались на утро, и мы не знаем, как выстраивалось наблюдение, методология команды ТОК ЖАН или еще кого-то. Протоколы, которые на утро выдавались, они уже по всей видимости могли быть скорректированными с учетом сбросов, с учетом тех цифр, которые указывались сверху высшестоящими комиссиями и администрацией президента. Поэтому эти протоколы надо отдельно. В общем, задача показать, что в итоге парламент имеет абсолютно нулевую легитимность. Если в одном избирательном округе полмиллиона людей в Алмате и около 300 тысяч избирателей, если за одномандатника Аманатовского проголосовало в итоговых цифрах реально около 9-8 или 6 тысяч человек, вы понимаете, да, из 300 тысяч какой-то процент. И потом вы можете обратно арифметическими методами попытаться высчитать, сколько накинули по всей стране Аманату. Если эти цифры тоже показывают достаточно низкое количество, у вас теперь есть количественные данные для того, чтобы показать слабую легитимность этого парламента. На перспективу естественно надо работать, потому что Токаев не железный, он уже человек в возрасте и в ближайшее время рано или поздно станет вопрос о том, как дальше будет верховный пост передаваться. И обратно-таки все это должно вкладываться в некую такую долгосрочную стратегию. Какие дивиденды вы из этого получаете? Как вы взаимодействуете с обществом? Как вы его информируете? И как вы используете эти данные для своей политической борьбы? Ну, иными словами, вне зависимости от исхода вот этого дела, смысл в том, что, да, стоит этот иск подавать ради хотя бы того и широко его популяризировать, чтобы дать обществу представление о слабой или даже, может быть, нулевой легитимности следующего состава Мажлиса? Бесспорно, бесспорно. Димаш, насколько справедливы обвинения в адрес избирателей, в частности Алматы, в низкой явке? А вот что, будь она высокой, результат был бы другим? Здесь, на самом деле, эти обвинения, они сразу посыпались после объявления предварительных результатов, и это было сделано с умыслом, для того, чтобы манипулировать общественным мнением, мол, вы получили то, что из-за своей пассивности. Эти вещи работают совершенно по-другому. Давайте внесем ясность. Смотрите, в любой стране, где нет оппозиции, где нет действующих партий, где политическое поле стерилизовано, люди с меньшей охотой вовлекаются в политический процесс и в избирательный в том числе. Нельзя ожидать, что у людей нет выбора, они понимают, что у них нет выбора, я не знаю традицию фальсификации, с 94-го года она продолжается, то есть, понимаете, да, уже 20 лет в этом живем, и они выбирают в этой ситуации не ходить, их не вовлекают в политику, поэтому ожидать, что они в один день все озаботятся своим гражданским долгом и побегут на участки невозможно, это просто неосуществимо, в силу ряда причин, которые одна на другую накладываются. Вот чтобы и от этого избавиться, у людей должно появиться доверие к выборам, а само политическое поле должно стать конкурентом. Вот если посмотрите, граждане Казахстана ничем не отличаются от граждан Молдовы, Украины, от граждан Грузии, там явка и реальные выборы, как только появились, мобилизация шла по самым разным каналам, и подкупали, и заставляли, и уговаривали, чего только не было. Вот этого всего здесь нет, люди не видели этого, как казахи говорят, тукар меген адам дар, но ничего не видели, не знают, как с этим жить, и как это воспринимать. Соответственно, явка будет около 12%, мне кажется, даже явка в Алма-Ате, она намного, скажем так, показательна и выше в некоторой степени, чем в других регионах, потому что мне сложно представить, что в Алма-Ате она была действительно низкой. в Алма-Ате, она, мне кажется, наоборот, характерна, и по ней можно судить по всей стране. Вот, на мой взгляд, ваше рассуждение справедливое для таких, может быть, самых реакционных назарбаевских времен, но нынче же было два сильных триггера. Первый, это Кантар, который вроде бы способствовал пробуждению политической активности общества, и второе, то, что была такая конкуренция среди независимых кандидатов. Мы помним по 45-49 в Алма-Ате изначально было выдвиженцев, но результат тоже самый. Наоборот, это запутало людей. Мы с вами говорили о том, что подобный подход дезориентируется. Если бы была правильная избирательная система, у людей бы выстроился при там восьми максимум десяти кандидатов на округ, у людей бы выстроилось более, скажем так, структурированное взаимодействие с электоратом, с рекламой политической и так далее. Здесь все было перегружено, непонятно. Короткий период избирательной кампании, отсутствие доверия к выборам, поскольку комиссии контролируют администрацию президента и Аманатом. То есть все эти факторы создали общую картину у избирателя о том, что ситуация не меняется в стране, что за год обещанных реформ, потому что не надо воспринимать выборы только вот этим месяцем. Люди же ведь делают свою оценку, исходя из предыдущего времени, и вот год проходит, никакого расследования, ложь все так же систематически идет со стороны администрации президента, в их коммунике, в их информационных сообщениях. Информация цензурируется, вот разные политические дела, осуждение журналистов, и все это создает вот этот коммуникативный эффект о том, что сложно доверять, доверие не восстановлено. Ну и вот вердикт, поэтому здесь не на кого пенять, как сделали, так и получилось, так люди отреагировали. Многие комментаторы пишут под выпусками на нашем канале о том, что формат голосования в его нынешнем виде, он достаточно архаичным, с этими бюллетенями, с урнами, далеко сидят наблюдатели, и дает слишком широкий простор для подтасовок. И заводят речь об альтернативных методах, об электронном голосовании и о так называемых биометрических сканирующих урнах. Насколько вот в этих случаях будут защищены голоса? А эти урны использовались, кстати говоря, в Кыргызстане. Да, действительно, среди экспертов это обсуждается как одна из мер противостояния фальсификациям со стороны комиссии, если нет высокого доверия к органам управления выборами, то вот есть механизм считывающих сканеров, которые при опускании бюллетеня в урну сразу автоматически считывают, и эти данные потом защищены. Здесь тоже есть свои уязвимости, но это может быть попыткой сместить акцент с комиссии сбросов именно в сторону получения зафиксированных данных по окончанию дня голосования. нужно несколько вещей это сделать, поскольку это система, то есть не только сами урны необходимы, но и вот то, как это должно функционировать в плане четкости, точности списков избирателей. Это можно сделать с учетом опыта Кыргызстана, посмотреть, где у них там негативный опыт и как его купировать, и подобное сделать у нас. Вообще само требование к автоматическим урнам-сканерам в Кыргызстане появилось после того, как там сместили власть, и когда все политические игроки договорились о том, что им нужны честные выборы, и определить, как они поделят власть. Вот тогда и был политически мощный запрос на эту систему. Просто так ее авторитарная система, естественно, режим не ставят, и в нашем случае не будет исключением. Но это можно продвигать, и как раз таки возмущенные кандидаты тоже могут взять этот момент на вооружение. В целом, я думаю, должна появиться определенная некая дорожная карта, какая избирательная система нужна. Мы вот на уровне экспертов это прорабатывали, и если политики возьмут наши работки на вооружение, тогда их взаимодействие с оптичатом будет понятно. Потому что вспомните, как легко подкупили всех смешанные системы. Мы тогда же предупреждали, что получится фигня, вот и получилось, не слушали, думали, что это повысит их котировки, возможности выторговывать что-то с режимом, не получилось. Поэтому и в этом случае можно системно подойти и предложить некий общий документ, который можно потом популяризировать и так далее, и так далее. Ну и в общем у людей сложить понимание, что лучше, как избежать всех этих фальсификаций. Димаш, а вы же являетесь ярым противником электронного голосования при этом. Объясните, Да, конечно. Что это Электронное голосование, оно возможно только там, где есть высокий уровень доверия, давняя демократическая традиция и формальные и неформальные институты, которые не позволяют фальсификациям произойти. Условно говоря, на электронное голосование используют из демократических стран совершенно малое количество, потому что электоральные споры, даже в Соединенных Штатах и других европейских странах, они возникают. И при электронном голосовании сложно это все перепроверить, потому что система, на которой она жизнится, она должна изначально базироваться на полном доверии игроков государства и общества. Если все эти игроки доверяют друг другу, если они знают, что госслужащие не склонны попадать под воздействие коррупционные давления политиков, и все это работает в нужном русле, тогда да, это такой некий консенсус в обществе. Здесь же, где эти сервера будут базироваться? Мне часто в комментариях, я думаю, как и вам пишут про ИГОВ и прочие вещи, люди очень примитивно это воспринимают. Ну, значит, на основе ЦП ИГОВ, ИГОВ кто контролирует, серверы у кого в руках, кто администратор этих вещей, вы то же самое получите, как с фальсификациями, только эти фальсификации невозможно будет потом перепроверить, у вас вообще не будет никаких данных, ни видео, ничего о том, как эти голоса накручиваются и за счет кого. Поэтому электронные голосования, почему об этом Тукаев после января заявил, базируясь на опыте России, когда они очень хорошо обеспечили голоса победу кандидата в Единой России, потому что оно помогает в авторитарных странах электронное голосование это все, это черная дыра, потом вообще ничего не будет, просто будете цифры получать о том, какая явка и какой результат у Аманат, но не будете иметь ни прямого понимания, как эти цифры им накрутили. Так что электронное голосование забудьте о нем вообще, пока не станете приличным обществом и страной. Последний вопрос в выборном блоке, что могло быть сделано кандидатами депутаты, но сделано не было за этот месяц? С одной стороны сложно судить, это ведь как бы возможно для некоторых была первая попытка, но здесь коммуникация с обществом. С обществом надо взаимодействовать, не только в период выборов, с ним надо постоянно взаимодействовать. И если вы хотите быть политиком или публичным человеком, это взаимодействие надо уметь выстроить правильно, сформировать своих сторонников, быть понятным, выдвигать разные инициативы и постоянно будораживать общественное информационное пространство и этим. Вот этого не было. Многие на голову энтузиазме без системного подхода в это начали вовлекаться исключительно из расчета а может быть сработает русская авось. Не сработало. И люди не придут поддержать, и люди не будут бороться, потому что к людям надо относиться правильно, надо с ними выстраивать эти отношения. Если вы не выстраиваете отношения, если вы просто иногда появляетесь в телевизоре и что-то там говорите, то этого недостаточно для того, чтобы уметь мобилизовывать людей. Второй момент. Популизм это не самая выигрышная стратегия. Вы можете резко набрать популярности, вы можете взбудоражить одну часть общества на вопросе казахского языка к примеру, но эта популярность она может резко обернуться против вас, если вы не оправдаете ожидания людей, потому что политический процесс в Казахстане и ваше противостояние, борьба за власть, она все равно вас поставит в момент, когда вы должны будете определяться. Вы поддерживаете Тукаева, вы идете против, вы четко показываете, что у вас есть амбиции, вы готовы бороться за власть, и здесь исключительно спекулируя на определенных сентиментах значительной части общества этого недостаточно. Но и в целом это недолгосрочная стратегия, ведь проблема общества в целом она не только связана с языком, она связана с более глубинными фундаментальными проблемами, и эти вопросы вы не решите одним популизмом. Вот это тоже момент. надо учитывать, потому что я сейчас не говорю обо всех кандидатах, потому что популизм, он стал и в первую очередь эксплуатируется самой администрацией президента, как для Тукаева, так и для его партии, и здесь возможно нужно подходить более скрупулезно к определению выборов стратегии все-таки, как вы хотите, чтобы вас воспринимали люди, как крикунов или все-таки люди, которые последовательно действуют. Димаш, я вот позволю себе не согласиться с вами по поводу взаимодействия с обществом. Тут не совсем было мертвое поле. Я вам приведу того же Санжара Букаева, о котором мы говорили, который на уши поднял чуть ли не всю страну в своем расследовании по Харгозу, и тут же были приняты меры, что бывает довольно редко, насчет очередей с фурами на пересечении границы. И было много активных депутатов. Я бы, знаете, но что бы добавил я, что депутаты больше боролись друг с другом, нежели с чужими правилами игры. То есть шла вот эта внутривидовая борьба на изничтожение и истощение друг друга. Вместо того, чтобы никто же практически не смог иметь наблюдателей на всех избирательных участках. И вместо того, чтобы объединиться хотя бы на этой платформе, объединить наблюдателей, и чтобы делились уже заранее договориться, что мы будем делиться своими протоколами, рассылать вам хотя бы по смартфонам. Мне кажется, вот здесь было очень сильное упущение. То есть воспринимали только как конкурентов друг друга и все. Вместо того, чтобы сплотиться в борьбе против вот этих шулерских правил. Смотрите, здесь изначально мы же говорили, дискуссия шла о том, что правило способствует контролю за исходом голосования. Мы говорили об этом. Была ли дискуссия между самими участниками, мне доподлинно неизвестно, но я вот говорил, что не пытайтесь запихать в эти округа кого не попали. Я же в вашем эфире это говорил. Говорил, что это боком вывернется. Ну, вывернуло же боком, но нет же, продолжали. Нет общего понимания, как с этим бороться. То есть, у вас есть определенные, скажем, вы сталкиваетесь с определенной избирательной системой или с определенными нечестными правилами, и вы вырабатываете контрстратегию, как можно здесь максимально с учетом ресурсов, возможностей, что вообще из этого можно получить. Но это уже не было сделано, поэтому результат закономерен с некоторой степени. еще раз говорю, они власть не отдадут. Даже депутатский мандат просто так не отдадут. И поэтому, если вы говорите, что вы участвуете в выборах, и вот почему я говорю, что их ведут? Потому что их ведут к этому результату. И у них должно быть понимание, что они хотят. Если у них в итоге это просто участие, ну, тогда определенный уровень критики они от общества получат, потому что от вашего участия людям не холодно, не тепло. Что-то должно быть больше. Что вы хотите людям предложить? И так далее. И потом, если выборы начинают будоражить людей, и они недовольны, то какие у вас планы дальше взаимодействовать, если у вас есть действительно претензии на власть? Если же нет, и это всего лишь мы вот поучаствовали, очень жаль, что проиграли, очень сложно оказываться в этой стране, но мы таких уже 30 лет видим, это ничем не отличается от того, что мы видели раньше, и как правило проку большого от таких политиков нет. Поэтому я здесь буду критичен в обе стороны, потому что то, что я вижу, мне не нравится. Кстати говоря, власть здесь действовала гораздо умнее, чем сами независимые депутаты. Мне пример привел у Розал Ержанов, когда в пятом округе вызвали Багаджана Базарбека, юриста по земельному праву, он шел от Аманата, снялись три ректора, тоже Аманатовские кандидаты, чтобы не оттягивать у него голоса. То есть все было сделано достаточно дисциплинированно. Здесь я не видел ни одного примера, чтобы один независимый кандидат публично призвал своих сторонников голосовать в пользу другого кандидата. Таких примеров, увы, не было. Это детали, да, здесь просто в таких округах, как часто спойлеры против друг друга используются противоборствующих сторон. Но здесь не суть в этом. Здесь же суть в том, что в целом, когда вы посчитаете все шансы в этих условиях, вы должны понимать, что вы хотите из этого получить. Что нельзя рассчитывать просто залететь в вагон уходящего поезда и сказать, вот я счастливчик, я такой молодец, депутатом стал, и Тукаева не ругал, и вообще все у меня круто. Так не бывает. И гоните в Стокгольм. я думаю, что реальный потенциал кандидатов депутатов, которые не прошли в Можилис и их электората, мы увидим по тому, удастся ли им и как провести митинг на следующей неделе. И последняя тема этого выпуска с пятницы по социальным сетям гуляет скриншот с новым составом правительства. По паре лиц я вижу, что это хохма, но это хохма дает нам с вами повод пованговать насчет нового Кабмина. Кто займет кресло премьера? Димаш, как вы думаете? Здесь могут по-разному поступить, но один из вариантов, который Нурситов Шалкар сказал, это о том, что возможно они попытаются обыграть эту идею, что парламентское большинство выдвигает из своих рядов к кандидатуру министра, они просто поддерживают со стороны и вот обыграть это как сильный президент, сильный парламент и бла-бла-бла. Это один из вариантов, как они могут поступить. Естественно, это не исключает, что может быть и человек со стороны, и просто поддержанное парламентским большинством. А в целом это ничего сильно не меняет в стране, жизнь от этого не улучшится, самочувствие тоже, поэтому можно погадать. Уже превратилось за 30 лет такой игрой, некое замещение реальной политики в Казахстане, угадывать, кто из какой команды, кто куда продвинется, даже целые каналы для этого придумали, Нидилова, Дениара, Шабаева. Здорово. Аналитика. А что, поясните, Шалкар имеет в виду, что вот премьером станет Иван Кушанов как глава фракции? один из вариантов, да. У меня два вопроса в связи с этим. как переиграют. А он же будет спикером Мажелиса? Нет, может появиться другой спикер. Обычно спикер это... Это одна из версий, видите, мы можем гадать здесь бесконечно. А в таком случае министры должны быть из депутатов? Не совсем, ну, то есть они могут выйти видите, у нас как? Если вы выходите, ваш мандат вас могут заменить, партийное руководство определяет. То есть оно имеет полную прерогативу о том, как оно меняет депутатов в парламенте. В целом это не будет действовать как британская модель, когда парламент формируется в правительстве из числа их членов. Поэтому здесь не стоит особо ожидать, что прям все депутаты, какое-то из их числа останутся членами кабинета. Нет, каждый будет исполнять свое. Вот, и просто это оформление может быть подано по другим соусам, не как обычно, с некой помпой, ну, а так все как раньше будет. То есть здесь никаких серьезных институциональных изменений нет, поэтому не стоит в этом видеть что-то или предвещать. Просто отдельные команды отдельных людей внутри детских коридоров получат преимущество, ну, и так далее. И вот вся эта возня, она исключительно будет плуарной, важной. Сможет ли то есть, видите, даже сейчас многие комментаторы пытают надежду, ну вот, здесь вот такая бы мог показать, что он назначит сильного премьера и так далее. Но это все разговоры за всю историю страны. Единственный раз был конфликт между премьером и президентом, который кончился изгнанием премьера и формированием партии РНПК, но в итоге все равно это все слилось. Имейте ввиду Акижанна Кежегельдина. Да, верно. Во второй половине 90-х годов. Нам обещали выдать окончательные результаты выборов до 29 марта, и буквально через пару дней мы узнаем и их, и новое правительство, нового главу Кабмина и формат, в котором правительство будет либо назначено, либо избрано и утверждено парламентом. Димаш, я благодарю вас за очередной интересный комментарий и до следующих выпусков. До свидания, спасибо вам. А вас, дорогие зрители, призываю подписываться на канал Гибербарей, если еще не успели, этого сделать. Нажимайте на колокольчик, будете регулярно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске, ставьте лайки, пишите комменты, делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях, чатах, мессенджерах, пабликах и группах, и всегда в конце каждого выпуска я выражаю вам искреннюю признательность за ту моральную и финансовую поддержку, которую вы оказываете нашему каналу. Коку, Рахмет, огромное всем спасибо. Мы делаем гиперболей вместе. Доната послать очень просто на номер телефона, на номера карт Халык и Каспий Голд, их вы видите на мониторе. Также на мониторе есть QR-код, который вы сканируете с помощью мобильного приложения Каспий, А зарубежные подписчики могут нас поддержать по системе международных переводов PayPal. Ну, а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау Болнес Дар! Это супер!